Вопрос ко всем, да, общий вопрос, по порядку все будут отвечать, как замотивировать людей саморазвиваться, ведь сегодняшняя информационная среда не способствует саморазвитию, человек ведь даже не идентифицирует проблемы своей жизни, качество своей жизни, системы своего образования, виноваты все вокруг, Чубайс, Ельцин, правительство, все, кроме самого человека, он перекладывает ответственность, да, вместо того, чтобы взять процесс в свои руки, вот, и как вообще замотивировать людей, как вы считаете, Анна Ивановна, как вы считаете? Я так думаю, что вот в творчестве, да, да, вот когда ты видишь, вот вчера мы были у женщины, пример просто, один из примеров, и она, ну, чтобы не нервничать, она говорит, я вчера так нервничала, аж пол коврика связала, вот, так вот, я думаю, что вот как раз-таки мотивация, да, в том, чтобы вот те изделия, которые мы делаем своими руками, они несут душу, дают, ну, вот такое, с таким теплом, да, этими же изделиями мы можем и сделать подарок маме, там, папе, родителям, друзьям, кому угодно, мы можем самореализоваться, да, это может быть, как частичка какого-то дохода. И потом, конечно же, самое главное, это некая такая внутренняя чистота, теплота для ребёнка, для женщины и мужчин свои какие-то, да, там, занятия, то есть вот чтобы быть счастливым человеком, нужно трудиться, мне кажется, так. Хорошо, спасибо. Валентин Борисович, как Вы считаете, как замотивировать человека? Ну, вариантов ответа есть два, короткий и длинный. Какой можно огласить? Оба кратко. Но теория в настоящий момент не решила единственный вопрос, это мотивировки кухаркиных детей к самообразованию. То есть вопросы, которые поднимаются об перехвате управления, как накапливать ресурс, всё это решено. Как переупорядочить психику? Механизм, инструмент, да, всё это есть. Вопрос не решён, на который теория пока не нашла ответа. Как замотивировать? Потому что метод, который применяет глобальный предиктор, он прост. Это террор, страх. Для нас такой вариант решения мотивации, естественно, не годится. Вот, но есть ещё и длинный вариант этого ответа. И он в фундаментальных свойствах мироздания. Вот, содержительность Творца и Создателя всего сущего, она присутствует в нашей жизни. И особенно по отношению к нашей Родине. Вот, вспомните, в истории моментов, когда, казалось бы, всё, крах. Но Россия возрождалась и развивалась. В 17-м... Ваше мнение хотелось бы услышать. Всё просто. Надо праведно помнить, праведно чувствовать, праведно мыслить, далее праведно действовать. И будет преображение всей Земли. А для того, чтобы всё вот это было, требуются, в общем-то, две заповеди. Первое, не бойся. Но не бойся, это не значит наглей. Это не бойся. Второе, люди. И помни о том, что человек – это воля, реализующая творческий потенциал под власть и диктатурой совести. Если этому следовать, то всё будет хорошо. Спасибо. Гания Александровна, вы что скажете? Как замотивировать, да, людей? Саморазвиваться нужно хотя бы для того, чтобы начать управлять собственным здоровьем. Так ведь? Потому что если ты сам не будешь им управлять, то им будут управлять другие люди, и не в твоих интересах. Так ведь? И даже не люди в белых халатах будут управлять твоим здоровьем. Потому что они сами управляемы этой же самой концепцией медицинской, да. Ведь эту же концепцию-то устанавливают вовсе не врачи, даже не главврачи. И даже вообще не министр здравоохранения вообще, да. По какой концепции вообще и развивается медицина. Поэтому надо просто понимать эти вещи, откуда берётся у человека здоровье. И не искать его в медицине, оно вовсе не там вообще находится. Это самая лучшая мотивация. А как только у человека прибавляется энергия, благодаря тому, что он эти манипуляции над собой начинает делать, у него не только уровень энергии возрастает, у него настроение стабилизируется, у него идёт жажда творчества, вообще физическая энергия и умственная растёт. И потенции творческие увеличиваются. Но ведь ещё у него и адекватность восприятия улучшается, информация. И так ведь. И жизненные силы у него растут. Но самое главное, у него появляется жажда работать, жажда созидательного труда на пользу не только себе, а объемлющей системы. То есть своей семьи, рода, народа, страны и вообще вселенной. Это наконец, да, вот в целом на благо, так сказать, объемлющих систем работать. Вот это вот и рождает ту самую радость вообще. Вот когда действительно человек начинает на это работать, ему вообще поддержка и помощь свыше идёт со всех сторон. Со всех сторон и свыше самое главное. Вот это вот главная мотивация. Развивайтесь и будете здоровы тогда. Вот. Спасибо. Спасибо. Евгений Николаевич. Ну, уважаемые друзья, с какого-то определенного времени наш проект работает для каждого из вас. Каждый день наш коллектив безудержно трудится во имя общего блага, во имя вашего саморазвития, вашего участия в этом процессе. Мы создаем для этого все условия. Поэтому мотивацией для вас будет улучшение вашей жизни. Помните всегда, что качество вашей жизни зависит от качества вашего образования. И помните, что жизненная подготовка ваших детей – это одна из самых важных задач родителей. Мы же всегда будем рядом с вами, всегда будем работать для вас в нашем общем народном проекте «Ноосфера». На этом можно закончить нашу сегодняшнюю конференцию. Искренне благодарю всех, кто принял в ней участие. Она не последняя. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!